Прямо сейчас мы готовы поговорить с нашим гостем. У нас в гостях Виталий Саракваш, это психолог и коуч. Виталий, говорим сегодня про зарплаты мужчин и женщин, и сейчас поговорим с вами с точки зрения психологии по этому поводу. Вот существует такое выражение, что мужчина счастлив тогда, когда у него всё хорошо на работе, а женщина счастлива тогда, когда у неё всё хорошо дома. Так ли это вообще по психологии? Ну, тут можно рассматривать, что мужчина – это вообще цель реализации. Для мужчины важно реализоваться в социуме. Это первостепенно, конечно. Но при этом ему важно прийти домой и почувствовать вот эту атмосферу расслабленности. Спокойства. Да, спокойствия, наполнения энергии. Это всё-таки создаёт женщина. Потому что природа женщины – это создавать уют, очаг для мужчины, для того, чтобы он шёл и реализовался. То есть, поэтому, ну, тут зависимости просто тоже. Для мужчины, да, то есть ему важно быть реализован в социуме, при этом, если... Дома всё хорошо. Дома всё хорошо, да. А для женщины, ну, женщина вообще настроена на отношения. И отношения, прежде всего, с социумом. И для женщины также важно, ну, материнство, да, часто. То есть реализоваться как мама и потом уже пойти в карьеру. А вот если женщина, она не хочет гладить, стирать, готовить, убирать, если она хочет карьеры, если она хочет добиться каких-либо результатов в работе, то это что-то с ней не так получается с точки зрения психологии? Да нет, всё хорошо, всё нормально. Просто в каждой семье, на мой взгляд, должны быть какие-то правила. Потому что семья – это корабль, который ведёт мужчина. Ну, мужчина указывает направление, а, ну, женщина, она как бы помощник. Она создаёт это пространство. И, конечно, ну, важно, чтобы были какие-то правила. И правила, они могут постоянно оговариваться. Например, там, ну, в каждой семье, если, ну, мужчина, там, мужественный, он идёт вперёд, да, то женщина более женственная, у них одни правила. Если всё-таки равноправная идёт семья, то тут другие правила. Да, и всё. То есть каждый в праве, каждая семья в праве устанавливать правила, и независимо от каких-либо правил, которые нам диктует мир, так сказать? Ну, здесь уже, конечно же, ну, например, что может мир диктовать? Ну, вот у нас в мире так сложилось, что мужчина лидер, что мужчина, вот он должен властвовать, так сказать. Ну, то есть это не всегда должно быть. Ну, на мой взгляд, любая женщина хочет видеть с собой рядом мужчину. И всё равно подсознательно она будет его проверять на стойкость. Женщины могут в этом не признаться, потому что нужно смотреть на действия женщины, а не на то, что она говорит, потому что, ну, может говорить, потому что женщина – это эмоция. Она эмоционально, она общается. Мужчина всё-таки больше сконцентрирован на реализации себя как в бизнесе, реализации себя как мужчины, всё-таки в социуме. И это, ну, это очень важно для мужчины. И поэтому, ну, ну, так по природе, да? То есть так сложилось, не просто так сложилось, а действительно у нас где-то в психологии заложено, что так должно быть? Ну, да, ну, мы даже природно там, как говорится, так выглядим, да? Вот, а в чём всё-таки сильные стороны женщин? Какие качества? Вот для женщины важна мудрость, на мой взгляд, потому что, ну, женщина, в том числе и гибкость, нежность, ласковость, да? Женщина, она может больше где-то уступать мужчине, да? То есть, поэтому, таким образом она создаёт вот эту вот атмосферу, атмосферу, да? Очень многие мужчины говорят, сильно говорят, мне нужна муза, да, для того, чтобы реализовать себя. В принципе, мужчина, он делает всё для женщины, потому что, ну, для себя он… Неинтересно делать, да, поэтому ему важно вот реализовать, он, если всё хорошо в семье, то, значит, мужчина будет приносить, таким образом, деньги в семью, да? Одевать женщину, одаривать своим вниманием её всё больше и больше. Таким образом, и это и есть взаимообмен энергии, но самое главное – это доверие. То есть, а есть вообще вот, что касается профессиональных качеств, есть какие-то чисто мужские, чисто женские, например, профессии с точки зрения психологии? Ну, для женщины больше реализация в творчестве. Вот там, не знаю, занятия йогой, например, творчество, что-то рукодельничать. Мужчина, он больше всё-таки достигатор, ну, бизнес, руководитель, вот эта руководящая должность, он чувствует себя вот больше как рыбоводитель. Вот у нас интерактив сегодня проходит, а как вы считаете, женщины почему больше получают, нежели мужчины? Почему женщины больше получают? Ой, меньше-меньше получают, меньше, да, меньше. Меньше получают. Ну, всё-таки, наверное, здесь важны вот эти стереотипы, потому что… То есть, всё-таки стереотипы? Ну, на мой взгляд, да, потому что всё-таки мужчины, они более, даже в стрессовых ситуациях, они более ориентированы. Ну, женщина, она теряется, ну, как-то вот таким толком. Виталий, спасибо вам большое. Небольшой презент от кофейни Кекс и Крендель вам за то, что встали пораньше и поделились с нами своим опытом. Спасибо большое. Напоминаю, на нас в гостях был Виталий Сороклаш, это психолог и коуч. На этом у меня всё, ребята, слово. Ну-ваново. Ну-ваново.